Давайте, я прошу прощения, давайте переместимся сейчас в Ереван, где выступает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Вместе с вами послушаем при помощи нашего корреспондента Артура Хачатряна, о чем говорит глава правительства Армении. Выступление началось буквально несколько минут назад. Артур, слышишь ли ты меня еще раз? Да, 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 Андрей, я тебя слушаю. Давай, я быстро постараюсь передать то, что он уже сказал. Во-первых, он обратившись к военным, к солдатам, ко всем представителям Министерства обороны, заявил, что они должны продолжать выполнять свои прямые обязательства, и это является приказом премьер-министра страны, главнокомандующего. Он заявил, что армия приняла попытку проведения военного переворота в Армении, и что армия должна полностью подчиняться власти, полностью подчиняться власти народа. А сейчас говорит, что некоторые главы армии стали действовать против народа, против государства, против реальности, против безопасности Армении. Он требует, чтобы все, даже те высокопоставленные чиновники, которые ушли со своих мест служб, чтобы они вернулись, чтобы на своей позиции обеспечили безопасность Армении. Это является приказом премьер-министра и требованием. Да, вот точная цитата. Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам, занимайтесь вашим делом, охраной границ территориальной целостности Армении. Это мой приказ, и никто не может его нарушить. Информагентство приводит вот такую цитату в Пашиняне. Продолжается выступление премьер-министра. Продолжается, в принципе, премьер-министра.